Приветствую вас. Я бы, конечно, знаете, сначала немножечко конкретизировал бы ваш вопрос. То есть, вот, конкретизировал его в каком плане? В том плане, конкретизировал бы, что вот вы спрашиваете, да, что делать? Что делать, чтобы что? Понимаете? Вот, ну, понятно, что реакция людей, ваших баб рук, вам она неприятная, это естественно. Ну, что делать, чтобы что? Понимаете, отчасти вы на свой вопрос ответили сам. То есть, вы говорите, понимаете, что уйти было бы лучше, лучшим решением, но, как бы, некуда, некуда уходить. Ну, вот. И если вы говорите, что вам некуда уходить, и если вы говорите, что вы своим, значит, мужем живете, в общем, в общем-то, мирно, и никакого желания уходить у вас такого прям, чтобы сильно нет, да ещё и ребёнок, что я полагаю, что вы и, в общем-в общем, не уйдёте никуда, и, как бы, будете так и жить, на мой взгляд. Ну, да, другое дело, насколько это вам вообще комфортно и удобно, насколько удобно и комфортно ребёнку жить в семье, где нет любви и уважения. Так же, интересный вопрос, как можно жить мирно, но без любви и уважения. Вот тоже, такой, на мой взгляд, интересный вопрос. Но, тем не менее, тем не менее, если вы говорите, что вам хорошо, если вы говорите, что вам здорово, если вы говорите, что, ну, мы живём, нам хорошо вместе, и всё, то менять вы ничего не собираетесь. И, тогда, опять же, непонятно, с какой целью вы вопросы-то задаёте. То есть, если вы заранее уже решили всё, если вы уже заранее, в принципе, знаете, что будете делать, если вы заранее уже в курсе, как вы будете себя вести, и какая у вас будет позиция, то вот смысл тогда вашего вопроса. Потому что, если вы понимаете, что живёте с мужчиной, допустим, своим, вообще без любви, любви, если вы понимаете, понимаете, что вы живёте без любви и без уважения, и если вы не хотите так жить с мужчиной, со своим, то вы будете что-то делать для того, чтобы ситуация изменилась. Понимаете? То есть, может быть, пока вам уходить некуда. Да. Но если вы разведётесь, то вы имеете, например, право на половину имущества. Ну, допустим. Ну, допустим. Вы имеете право на половину имущества вашего мужа, допустим, ну, вашей семьи. Вот. И это уже, в общем, это уже не мало. На самом деле. Это уже совсем не мало. Но это что-то, это что-то может вам сослужить хорошую службу. Если вы, если вы, действительно хотите уйти. Если вы, действительно хотите что-то решить. Вот. Понимаете? Только так. Только так и никак иначе. В данном случае. К сожалению. Другой вопрос. Другой вопрос. Что вы можете не знать, чего вы вообще хотите. Ну, вот. Сами. Что вам вообще нужно. Это вопрос другой. Хуже. Дальше. Что касается подруг. Да. Которые вот. Вас. Стали. Страниться. О. Что касается подруг. подруг. То есть, в этой ситуации, конечно, гораздо более, ну, сложно. Ибо вам не переделать человека, да, вам не переделать подруг. Если подруги от вас отказались, значит, скорее всего, они никогда особо с вами близки не были. и вам стоит пересмотреть, то, с кем именно вы ведете дружбу. Возможно, пришла пора новых подруг. Заводить. Возможно, пришло время менять свое направление деятельности, менять свое окружение и так далее. то есть, подобные критические ситуации, когда возникает какая-то вот такая неприятная ситуация, да, подобные критические ситуации, они проверяют людей. и человек либо выдерживает то, что ну, то, что происходит, либо человек выдерживает, либо нет. и в данном случае совершенно очевидно, что ваши подруги, они, ну, не выдержали. они не смогли ну, ну, кхм, впереди вот этот вот грант. и я понимаю, это неприятно, я понимаю, это тяжело, но это их выбор. и вы, что, вы будете, вы будете добиваться их признания, вы будете что делать? Правда? Вот. То есть, мне здесь вот кажется, что тут, ну, мне больше внимание уделять именно себе. Именно вам. То есть, как и чем вы занимаетесь. Как и что вы делаете, например, жизни своей. Вот. Это, мне кажется, более актуально. Далее. Вы говорите о том, что с мужем давно никаких нормальных отношений нет. Да? Вы говорите, еще ребенок общий. Но если с мужем давно никаких нормальных отношений нет, то ведь это тоже можно подкорректировать. Можно подкорректировать ваши отношения с мужем и постараться, хотя бы постараться, раз уж вы решили не уходить. Вернуть вернуть доверие, вернуть любовь, вернуть уважение, вернуть в в каждый концов ну тепло между вами. Понимаете? Но это опять же это если вы хотите сами. то есть если вы хотите наладить отношения со своим мужем, если вам это интересно, грубо говоря, помочь в этом можно. И даже нужно. но если нет, то лучше даже не пытаться, потому что, ну, по опыту знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, что-то такое, вы либо выбираете для себя, чего же вы все-таки хотите, да? То есть, ну, выбираете, делаете, принимаете решение, что вам и что вы, к чему вы будете стремиться. То есть, либо вы будете продолжать терпеть такое, ну, такое положение вещей, какое есть, ээээ. сейчас. Да? То есть, ну, либо вы будете продолжать ждать, продолжать ожидать, как обстоят дела на данный момент, либо вы будете что-либо менять. Потому что здесь самое главное понять одну вещь, самое главное, что это ваша жизнь и из-за вас ее никто не поменяет. Поэтому, собственно, на мой взгляд, это первое, что вам нужно определиться с тем, определиться с тем, как вы будете двигаться дальше, ну, по жизни своей. Вот, что вы будете делать? Значит, далее, нужно определиться, какую роль вы отводите своему мужу в этом всем. То есть, да, можно говорить о том, что муж, вот, у вас с мужем проблемы, можно говорить о том, что у вас с мужем, там, трудности какие-то и так далее. Да, можно. Повод ли это, чтобы не восстанавливать отношения? Нет, не повод. Если живете вместе, то нужно хотя бы попробовать, хотя бы попробовать отношения восстанавливать. Что касается подруг, то на них внимание обращать вам не стоит, но при этом стоит обратить внимание на то, почему вас это задело. То есть, либо вам по какой-то причине стыдно, либо вам по какой-то причине неприятно, либо вы чувствуете себя одиноко, либо здесь что-то еще есть, ну, может быть, неудовлетворенность, например, статусом ваших социальных ролей. Вот. Что бы это ни было, чем бы это ни было, нужно этот момент обязательно решать, потому что противном случае я боюсь, что ничего хорошего, опять же, не получится именно из всей вашей идеи. Я хочу сказать, что либо вы делаете, ну, либо вы принимаете какое-то решение, да, вот, либо вы никаких решений не принимаете, больше. Вот. И просто-напросто двигайтесь по жизни, так как она идет. Опять же, вряд ли, что вам это принесет удовольствие. Вы так, вы так уже, в общем-то, делали, если я правильно понял, и результата, ну, никакого. Вот. Что касается суда, что касается суда, то вашего мужа, на мой взгляд, на мой взгляд, имеет смысл поддержать, потому что ему сейчас в любом случае тяжело, ему сейчас, в любом случае, в любом случае, не по себе, ему сейчас, в любом случае, нужна ваша поддержка. Ну, вот, хотя бы, хотя бы на то время, пока идет суть. То есть, ну, просто, чтобы не чувствовал себя в одиночестве. Вот. А дальше уже вы сможете решить, что вы будете делать и как. То есть, суть, если он, грубо говоря, начался, нужно пережить вам вдвоем. По крайней мере, это будет справедливо по отношению к вашему мужу. Вот. Ну, опять же, если вы этого хотите, да? То есть, если вам это не нравится, если это не ваше, если вы чувствуете, что вы не готовы это делать, ну, значит, значит, так само и быть. Вот. Но, на мой взгляд, это все-таки стоит того, чтобы попробовать. Вот. Значит, так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду вам рад помочь. Если вы захотите поработать над проблемами с вашими, с мужем, то, соответственно, здесь тоже предлагаю свои услуги. Ну, либо услуги любого из психологов, что есть на нашем ресурсе. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!